МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить» обзор наиболее заметных событий дня. Главные темы на сегодня таковы. Дом порока и азарта. Закрыт еще одно подпольное горное заведение в Рязани приказало долго жить. Навсегда ли? В туалет под зонтиком. После ранней отепели в Рязани потекли ветхие крыши. А теперь обо всем подробнее. В Рязани полицейские прикрыли подпольное казино. Подобные известия приходят с такой регулярностью, что поневоле горожане задумываются, а не в Лас-Вегасе ли мы живем, товарищи, дорогие. Потом смотрят вокруг на окружающую действительность и понимают, что нет, не в Лас-Вегасе. Как известно, сейчас в России горный бизнес представлен либо букмекерскими конторами, коих все больше, либо тотализаторами, либо о работе заведений, которые идут на специально отведенных территориях. В Приморье, Калининградской и Ростовской областях и в Алтайском крае. Все остальное, как говорится, от лукавого. Да, к слову, и разрешенные-то виды такой деятельности тоже на праведные не тянут. Однако закрытые от постороннего глаза притонщики существуют и там, и сям, и никак от них нам не избавиться. Теперь подробнее об очередном рязанском игорном закрытии. Очередное рязанское казино располагалось на заводском проезде. Система безопасности, как это уже утвердилось в нашей с вами действительности, была на высоте камеры наблюдений, доступ только постоянным клиентам, полный, как говорится, учет и контроль. Полиция применила собственные методы, чтобы попасть в игровой зал и застала действия в полном разгаре. Лас-Вегас на заводском проезде бурлил и зажигал вовсю. Правоохранители изъяли три покерных стола, рулетку, фишки, колоды, карты, другими словами, полный набор из дома азарта и порока. Чем на играх попадаться, лучше спортом заниматься. Стишок простоват, но сила, как известно, в правде. Тем более, что и мотивируется стремление к развитию физкультуры, спорта и вообще здорового образа жизни сейчас все плотнее. Так, в спортклубе «Родной край» прошла настоящая самбистская презентация. Теперь спортшколы и клубы, где культивируется этот вид гизиноборства, получат юбилейный альбом, посвященный развитию борьбы, который многие называют российским национальным видом спорта. Издания красочные, хорошо иллюстрированные. Вредколлегии отцы-основатели рязанского самбо, представители местного спортивного министерства, а также известный рязанский спортописатель, журналист Владимир Воронов. Это первый подобный проект в регионе. Выступавший на презентации Татьяна Пыжонкова, которая, напомним, возглавляет наш Минспорт, пообещала продолжить таким образом популяризацию самых различных видов спорта. Конечно же, на презентации альбома был и рязанский патриарх от самбо, председатель областной федерации Виктор Модестов, ученик великого Харлампиева. Рязанское самбо начиналось именно с него. Так вот, Виктор Валентинович подарил директор спортшколы «Родной край», где проходил встреча «Альбом» на последующие 50 лет развития самбо. Его листы девственно чисты, однако нет сомнения, что в скором времени здесь появится свидетельство новых побед и достижений рязанских атлетов. Мы не раз говорили в программах о необходимости дальнейшего развития в Рязани массового спорта. Самбо, каратэ, лыжи, футбол, да что угодно. Как у Маяковского, все работы хороши, выбирай на вкус. Вполне применимо и к спорту, разве не так? Но, к сожалению, спорт высоких достижений всегда поглощает основные выделяемые средства. Это происходит повсеместно. Понятно, что функционерам надо демонстрировать результат, отдачу, позитивные отчеты, но как ждут мотивации и поддержки дворовой команды, федерации тех видов спорта, которые, к сожалению, сейчас пребывают на обочине. Например, чемпионат области по тяжелой атлетике давно уж переехали из столицы регионов Касимов. Хороший, конечно, город, но все равно не столица. Продолжает программа материал из цикла «Так и живем». Сегодня жители дома номер 16 по первому индустриальному переулку дружно вышли в этот самый свой переулок, чтобы рассказать нам, телевизионщикам, о своей беде. А она одна на многих. Ветхая крыша дома стала предметом невыносимого житья-бытия. Течет вода с потолков по стенам, а тут еще и снег начал уже в феврале таять, добавив влаги неудалому дому. Обо всем люди рассказали Наталье Новиковой. Наверное, каждому жильцу последнего этажа непонаслышке известна такая неприятность, как протечка кровли в многоквартирном доме. Это печь домов, которая находится под опекой жилищно-коммунального хозяйства, и таким жильцам можно только посочувствовать. Жители дома номер 16 по первому индустриальному переулку уже который год пытаются бороться с протекающей крышей. Я проживаю в доме 16 по улице первой индустриальной переулки, квартире 59. Нас неоднократно заливает сверху, то есть течет крыша. Мы живем в этом доме уже 42 года. Такого у нас не было. Вот на 4 или 5 все это протекает у нас. За комментариями мы обратились в управляющую компанию. Как оказалось, локальный ремонт крыши проводился не раз, но вот только надолго его не хватает. Локальные вот эти все работы, они не приводят к желаемому успеху на год максимум. Потом подрывает, ну и начинается течь. То же самое говорят и жильцы злополучного дома. Крышу нам не отказывают ремонтировать, но результатов этого ремонта нет как такового. По всему выходит, что единственный выход из сложившейся ситуации – это капитальный ремонт. Все жалобы, все вот эти заявки, естественно, зимой мы их делать не можем, а придет весна, придет тепло, когда можно будет нормально работать, все мы будем исправлять. Прошу единственных людей потерпеть чуть-чуть, а исправлять мы будем. Но самый лучший выход – это, естественно, капитальный ремонт крыши всего дома. Поэтому лучше не ждать, когда придут и все починят, а собирать документы и добиваться, чтобы многоэтажку внесли в реестр домов, требующих капитального ремонта. Продолжает программа репортаж из необычного прокатного пункта, который недавно открыт в Рязани. Хотя точнее можно его обозначить как центр реабилитации, который работает под эгидой регионального Министерства соцзащиты. В российских городах стали открываться пункты, где инвалиды могут взять во временное пользование коляски, прикроватные столики, трости. Дошло вияние и до нас, и, как говорится, слава Богу. Продолжает тему Оксана Тебенихина. Рязанское областное Министерство социальной защиты населения предоставляет услуги проката специального оборудования для людей с ограниченными физическими возможностями. В перечень так называемых технических средств реабилитации входят ходунки, телескопические пандусы, трости, костыли, различного вида опоры и многое другое. При комплексном центре социального обслуживания населения города Рязани организован пункт проката и школа реабилитации. Мы сейчас находимся в реабилитационном модуле. Это модуль квартиры, которая нам приспособлена под нужды инвалидов. Организован нами здесь пункт проката технических средств реабилитации. Средства реабилитации представлены креслами-колясками, ходунками, всевозможными тростями. Вы видите костыли подлокотные, допустим, костыли с всевозможными видами опор. Речевые устройства, допустим, видеоувеличители с речевым выходом, тонометры с речевым выходом, умывальные стойки и много других. Всего у нас 23 номинования технических средств реабилитации, которые мы предоставляем гражданам пожилого возраста и инвалидам, безвозмездное пользование. Для того, чтобы воспользоваться техническими средствами реабилитации, получить необходимые им средства, необходимо обратиться к нам в министерство с паспортом, в котором отмечена регистрация на территории Рязанской области. И это средство можно будет получить безвозмездное пользование на 6 месяцев. Это оборудование поможет встать на ноги людям, перенесшим сложные операции или получившим травмы позвоночника и конечностей. Выдается инвентарь на полгода. В случае необходимости срок аренды продлевается. А еще Минсоцзащита выделяет в постоянное безвозмездное пользование жизненно необходимые для инвалидов предметы ухода. Здесь представлены технические средства реабилитации не только из пункта проката, но и как образцы модуля реабилитационной квартиры. Здесь можно увидеть у нас многофункциональную кровать, которая позволяет принять любое положение тела человека, когда он находится на этой кровати и не может сам как-то подняться. Обеспечение рязанских инвалидов всем необходимым – вот одна из приоритетных задач Министерства соцзащиты. Если уж наши реалии практически не предусматривают никаких удобств для данной категории граждан, то хотя бы оборудование и все необходимое устройство просто обязаны быть для них в открытом доступе. Сегодня мы продолжим разговор о проблемах рязанских инвалидов, но уже в студии программы подробности. Министр социальной защиты населения региона Вера Глонти рассказала о том, как обстоят у нас в области дела в плане создания так называемой безбарьерной среды для инвалидов. Напомним, проект подробностей выходит в эфир сразу после нашей программы. Но мы продолжаем и вспомним рязанский этап эстафета Олимпийского огня. Тогда вместе с другими факелоносцами по улицам города пробежали наши известные спортсмены – легкоатлет Сергей Тимонин и борец Иван Никоев. Они успешно выступают на соревнованиях среди глухих атлетов. Но, пожалуй, самый известный наш спортсмен этой категории – Виктор Владимирович Дыманов – заслуженный мастер спорта по спортивной ходьбе, чемпион международных летних игр глухих, а это аналог Олимпиады. Много у него наград других состязаний самого высокого уровня. Недавно рязанские журналисты даже сняли документальный фильм о чемпионе. Сегодня в Музее истории молодежного движения прошла встреча с легендой о рязанском спорте. В Музее истории молодежного движения легенда спорта Виктор Дыманов рассказывает школьникам о своем участии в Олимпийских играх, о своей судьбе и о том, как он стал спортсменом. На встречу с чемпионом пришло очень много людей. 70 учащихся рязанских школ, 34-й, 66-й, 68-й, а также группа детей-инвалидов фонда «Наши дети». Множество поднятых рук и десятки вопросов. Сколько у вас наград? Как вам удалось всего этого добиться? Виктор Валерьевич говорит, что наград не считает. Он просто живет спортом. Я победил, потому что очень много нагревающих. Поэтому я много поступал. Не только в средних рук, но и в средних срешающих. Этот русский все медали взял. Так в Вашингтоне говорили про Виктора Диманова, который на Олимпийских играх среди глухих в 1965 году взял три золотых медали на дистанции 5, 10 и 20 километров. Это самая ценная победа для спортсмена. Соревнования были очень сложными, условия запредельными. Температура воздуха доходила до 42 градусов. Организаторы просили перенести соревнования, но не прошли в назначенное время. Борьба была напряженной в таких немыслимых условиях. Олимпиада была проведена, и Виктор Владимирович стал трижды олимпийским чемпионом. Там всего 28-го цитарства участвовали в Олимпийских играх. И в тех ходах было человек 20. Там многие другие, кто участвовали в Олимпийских играх. В 2003 году Виктору Диманову присвоили звание заслуженный мастер спорта. Он продолжает вести активную жизнь. В этом году он занял третье место по стрельбе из винтовки. На сегодня все. Напомним, сразу после нашей программы выйдет в эфир проект подробностей. У нас в гостях министр социальной защиты населения Рязанской области Вера Глонти. Хорошего всем вечера и до встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин